Теперь Европа не сможет арестовать средства «Газпрома» Алексея Анпилога в журналистской правде за 3 апреля 2022 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня переход к оплате газа в рублях – наиболее предпочтительный вариант, но не исключил возврата к расчетам в евро и долларах при иных условиях. Известный публицист Алексей Анпилогов пояснил для читателей журналистской правды, как будет работать новая схема оплаты российского газа в рублях и что имел в виду Песков, говоря о возврате к долларам и евро. Сейчас существует указ президента, который регламентирует оплату трубопроводного газа в рублях. Схема касается непосредственно «Газпрома» и она защищает российскую компанию от конфискации денег за рубежом. Право собственности на газ возникает фактически после оплаты в рублях. Иностранная компания должна открыть евровый счет в «Газпромбанке», который будет использоваться для конвертации в рубли, после чего оплата будет зачислена на счет «Газпрома». Другая схема вряд ли была бы возможна, потому что потребители газа в Германии, во Франции и в других странах ЕС все равно платят в евро. Соответственно, иностранцы могли платить только своей валютой. Но заложенный механизм конвертации обеспечивает для России получение валютной выручки, которая не может быть нигде арестована, поскольку до момента возникновения права собственности на газ эти средства сначала конвертируются в рубли, против которых западные страны санкции применить не могут. У них, конечно, еще остается вариант заблокировать «Газпромбанк», но в этом случае будет полностью прекращена торговля газом, поскольку «Газпром» потеряет законную возможность поставлять газ в страны Евросоюза. Европейцы все равно будут возмущаться, но теперь они не смогут арестовать деньги «Газпрома» за рубежом. Все наши активы переносятся под юрисдикцию РФ. А дальше у иностранцев возникает вилка. Будут ли они платить за газ день в день или выгадывать лучший курс для конвертации? Если бы они знали, что сейчас будет курс по 90, а не по 130, то продали бы евро еще две недели назад. В любом случае, российский рынок получит постоянный приток евро на московскую биржу, и рубль станут покупать с расчетом, что на бирже постоянно присутствует «Газпромбанк». ЦБ тогда не придется складировать евро в золотовалютные резервы. Песков не уточнил, при каких условиях возможен возврат к доллару и евро. Сейчас новая схема оплаты касается только недружественных стран. Если государство не предпринимало санкции против России, это может быть условием для оплаты в долларах, евро или другой национальной валюте. Алексей Анпелугов Теперь Европа не сможет арестовать средства «Газпрома». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!